Добровольцы Им рассказывают о правилах подготовки к донации и пользе процедуры. Внутри уже кипит работа. Первый шаг донора – короткое медобследование. Здесь можно узнать свой вес, давление и определить группу крови. Приятным, но в то же время обязательным бонусом являются сладкий чай и печенье. Курсант БГА Андрей Федюкин впервые сдает кровь. На дне донора его не заставили долго ждать и даже наградили за помощь. Я просто пришел раньше всех по времени и просто помог столы расставить. Ну и, соответственно, просто из-за того, что первые меня впустили вне очереди все. Ранее я был волонтером. Почему бы сейчас не попытаться что-либо сделать благородное? Ну и, собственно, это все-таки для себя какая-то цель стоит, чтобы сделать что-то приятное другим. Сегодня новичков большинство. Но есть и такие, как Михаил. Он учится в КГТУ заочно, но на сессии мимо дня донора пройти не смог. С 2004 года он регулярно посещает пункты сдачи крови и близок к тому, чтобы стать почетным донором. Первый раз просто интересно было. Просто интересно было, а потом... Оказалось, кровь у меня вторая отрицательная, редкая. Плюс там какой-то белок еще. То есть моя кровь нужна, вызывали неоднократно. Сдача крови – процесс волнительный. Неизвестно, как отреагирует организм. Кто-то чувствует себя хорошо, а кому-то необходимо время прийти в себя. Ведь отдать 350 мл крови – дело серьезное. Но доноры КГТУ не подвели. Студенты сегодня достаточно хорошо подготовленные. То есть все готовые по завтраку, повесели их хорошо, покушали, все попили чай. Внимательно отнеслись к подготовке к сегодняшнему дню. Ну, чтобы не сглазить, но плохо мало кому сегодня было. По итогу дня было собрано 24,5 литра крови. Участие приняли 70 человек, что показывает желание молодых людей не оставаться в стороне. Анна Полоник, Сергей Благов. Специально для Свод Медиа. Продолжение следует...